А вот в Североказахстанской области уже ощущаются сложные погодные условия. Они становятся причиной большинства чрезвычайных происшествий в регионе. На днях упущения в работе коммунальных служб едва не привели к трагедии. В поселке Бескольк из Лжарского района в Кювет вылетела машина, за рулем которой была беременная женщина. Она попала в больницу с преждевременными схватками. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Очень большая колья, когда потом после ДТП, когда все произошло, гаишники, мой муж все измеряет. Там от 9 до 12 сантиметров колейность на дороге. Получается, мое колесо закусило, меня начало тащить на противоположную сторону, подкинуло и перевернуло в Кювет. Девушка наняла адвоката и написала заявление по данному факту. Она говорит, что это не единственное ЧП, которое произошло из-за некачественной очистки дороги. Подрядчик же, приступивший к работе два месяца назад, заявил, что ответственности с себя не снимает. И если его вина будет доказана, то ответит по закону. Непогода внесла коррективы не только в работу коммунальных служб, но и в учебный процесс. Большинство учеников и студентов на сегодня учатся дистанционно. Мы когда приняли поселок Бишкуль в работу, тут уже до нас было запущено. То есть колейность, слой снега лежал очень большой, мы работу проводили. После снегопадов колейность образовывается. Это самая больная тема на данный момент. Я это признаю. Никто, я думаю, от ответственности не уходит. Но в каждой работе есть свои трудности. Сегодня обучение в дистанционном формате осуществляется в 308 школах для более 40 тысяч детей. В 8 колледжах, это 5 городских и 3 районных, на дистанционное обучение переведено более 900 студентов.